Раньше мы наивно полагали, что однажды холодильник все-таки победит телевизор, сегодня многие умные люди осознают у российского глубинного народа настолько свой особый путь, что телевизор в нашей стране не сможет победить даже гроб, как-то так, и погнали! Ну и начнем, пожалуй, с важной даты. Сегодня, вы знаете, красный день календаря, большой праздник для подавляющего большинства ватников, простите, патриотов, конечно же, ну и халуевку, даже без них. День рождения великого кормчего страна отмечает, 71 годик Владимиру Владимировичу исполняется с днищем. Вообще, я не понимаю, почему 7 октября до сих пор национальным праздником не провозгласили, не сделали выходным днем серьезные упущения или происки врагов. Владимир Путин, молодец! Политик, лидер и борец! Ну да ладно, зато хотя бы не забыли из именинника героя сделать в очередной раз по поводу грядущих торжеств и видимых в четверг царя в образе этакого русского богатыря предъявили общественности и миру, притащив на Валдай. Там он, по заявлениям Пескова, должен был произнести какую-то очень важную и очень содержательную речь. Каждый раз это событие, это событие такого мирового масштаба, все с большим вниманием следят. Правильно, правильно. Ну и Путин эту речь произнес, опоздав, правда, как обычно. В этот раз на 2,5 часа жалко было смотреть на собравшихся. Они, бедолаги, едва ли не засыпали уже, пока хозяин готовился к ним выйти. Ну да мы отвлеклись. Пересказывать всю эту нудятину не вижу смысла. Во-первых, это уже два дня в режиме нон-стоп. Делают пропагандисты, соревнуясь между собой, кто глубже лизнет. Во-вторых, да не было там ничего содержательного, как и нового, к слову. Пара моментов, если только царь-то наш оказывается еще и плотник 4-го разряда. Вы знали? Теперь знаете. Ай, молодец какой. И юрист, и таксист, и грузчик. Теперь вот еще и плотник, но не президент нам достался, а золото. Человек-оркестр. Хотя я бы добавил сюда же, что еще и экономист от бога. Ну вот, дабы не быть голословным. У нас растет, растет и растут реальные располагаемые доходы населения. Вот если в Европе они упали, у нас подросли больше, чем на 12%. Естественно. Правда, уже на следующее утро доллар, который по экономисту Путину все последнее время скукоживался, преодолел на московской бирже отметку в 101 рубль. Евро подорожал до 106, но это уже не так важно, верно? На чем предлагаю и закончить о праздничном реальная журналистика от рывков и прорывов. И обратно по нисходящей темы сегодняшнего выпуска. Поехали! А между прочим, на этой неделе еще одна интересная дата. Случилась, как по мне, дата эта действительно важная. Но почему-то осталась незамеченной моими коллегами, а уж пропагандистами тем более. Итак, 3 октября 1968 года впервые поднялся в воздух среднемагистральный пассажирский самолет Ту-154. Командиром экипажа был летчик-испытатель Юрий Сухов, наш самый массовый реактивный пассажирский самолет. Наша гордость, без преувеличения. В салонах нового самолета могут удобно разместиться 164 пассажира. Управление самолетом полностью автоматизировано. Лайнер Ту-154 может летать на высоте до 12 тысяч метров с крейсерской скоростью 1000 км в час. То есть почти со скоростью звука. Напомню, данный полет случился всего через 23 года после окончания самой страшной войны в истории человечества. Через 23 года путинской стабильности и бесконечного вставания с колен мы сидим и гадаем, на чем будем летать года через 2-3. Будем ли? Вот это поворот! Ладно, предлагаю вернуться на Землю. А что же время происходит в современной России? А в современной России между тем под нож попала еще одна социальная программа. На этот раз по расселению ветхого и аварийного жилья. Расходы на нее по федеральному проекту обеспечения устойчивого сокращения такого жилого фонда в следующем году будут урезаны аж на 60%. В денежном выражении и в конкретных цифрах минус 26,9 миллиарда рублей против сегодняшних 46 еще раз. Для тех, кто не понял с первого раза, в этом году на борьбу с аварийным жильем власти выделяли 46 ярдов. И это немного действительно. Следующим минус 27, итого 19, браво танцующим. Напомню также, что ветхое жилье одна из любимых тема нашего президента. Как подсчитали мои коллеги, за последние 15 лет он 9 раз минимум давал своим подопечным указаниям, что нужно вытаскивать людей из трущоб. Прям так и говорил, ну или почти так. Мы не можем допустить, чтобы кто-то по хорошим дорогам будущего ездил на мерседесах, а кто-то прозябал в бараках, которые разваливаются у нас на глазах. Мы с вами должны вытащить людей из трущоб. Нужно закрыть проблему с аварийным жильем. И из трущоб людей вытащить. Вот что нужно сделать. Я хочу вас подчеркнуть, надо вытащить людей из трущоб. Говорим, нужно из трущоб людей выселять, как я уже обращал на это внимание. Ну что это за ужас? И до чего я же теперь месяц не засну? А что на деле? Да ничего. Программа сокращается, финансирование урезается. Похоже, что и здесь. Проблема спасения утопающих должна стать проблемой конкретно самих утопающих. Но и это еще не все. Расходы также порежут на другой федеральный проект «Жилье», по которому планировалось ввести в эксплуатацию к 2030 году аж 120 миллионов новых квадратных метров для расселенцев. Забудьте, минус 12 процентов. Там еще одна госпрограмма. Формирование городской среды потеряет до 16 процентов. В цифрах около 50 миллиардов. Снизятся ассигнования и проект «Чистая вода». Он предполагал модернизацию сотен и честных сооружений по всей России. Ну что, господа, вы рады? Родные мои, понимаю, как вам нелетко. Но сейчас нужно еще потерпеть. Сколько можно, ёб... Разумеется, у ребятишек есть обоснования таких непопулярных решений. Смысл этих обоснований примерно тот же самый, но только что слышали непростые времена, бла-бла-бла. Россия в кольце врагов под санкциями. Понимать нужно, хорошо. Но тогда у меня другие вопросы возникают. Вот в прошлом выпуске поднимали тему патриотического воспитания молодежи. Вот в этом, кто не видел, посмотрите обязательно. И там про, между прочим, мы говорили, например, про 1,6 миллиарда рублей, выделенных из фонда президентских инициатив. Причем выделенных непонятно на что. На песни и пляски с Газмановым. На какие-то сериалы. На ледовое шоу «Щелкунчик» имени Авербуха. И на никому не нужную жену пропагандиста Асташка. Говорили о 40 миллиардах для Росмолодежи, которые точно так же непонятно куда и на что тратятся. Ах, да, на холостовство перед депутатами. А они, мол, где там, не даром свой хлеб едят. Внимание. Какая инфраструктура, это место сосредоточения проактивной, патриотически настроенной молодежи. И мы видим плоды нашей комплексной работы. Отмечу, что за два года доля молодежи, испытывающей гордость за нашу страну, за ее историю и культуру, увеличилась вдвое. И сегодня составляет 91% против 46% в 2020 году. Это просто праздник какой-то. И о тратах на молодежный центр в Нижневартовске тоже говорили. Там, напомню, почти 70 лямов на данный центр выделили. А до детей дошло только 4, остальные 65 растворились по дороге. Никогда такого не было. И вот опять. К одному из предыдущих руководителей молодежного центра были претензии. И в частности, это была претензия, почему молодежный центр не занимается сам организацией мероприятия, выступает финансовым распорядителем. Кассовое исполнение, сколько там, 69 миллионов рублей. А вы знаете, сколько пошло на сами мероприятия для детей? 4 миллиона рублей. Все остальное сжирает наш прекрасный молодежный центр. Так вот я и хочу спросить. Значит, на все вот это деньги в казне есть, а на расселение людей, живущих в трущобах, нет? Самим-то как не смешно. Но мы же вроде патриотизм в молодых людях собираемся воспитывать. А как его воспитывать? При таких-то раскладах, как это вообще все будет выглядеть? Пришел, значит, подросток. Попел, попрясал с Газмановым. Посмотрел патриотический кинчик. А потом что? Вернулся в родительскую разваливающуюся холупу, где потолок может в любую секунду на голову упасть. Где сортира элементарного нет. Где канализационные истоки по улицам текут. И все вокруг провоняло. Кто-то правда думает, что данный подросток на фоне всего этого патриотизмом заболеет. Да что ты, мама? Ну и что, что мы в г**не? Ну и что? Что вчера папу чуть через куском стены не покалечил. А зато как я пел, как я пел, ну что за бред? А да, вон трещина. Нифигища. Слушай, они идут, идут. Вот эта трещина я только что смотрела на пятом этаже. Видишь, она смотрела в облако. Она, по-моему, больше становится. Она больше стала. Вот я только что посмотрела, потом все глаза вниз. Обрая. Ай, х*****. Место происшествия сейчас отцеплено полицией. Работают сразу несколько бригад спасателей. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. В июле стало очевидно, что находиться в этом крыле дома просто опасно. Представители управляющей компании предупредили об этом жильцов. Однако никаких вариантов по расселению местные власти не предложили. А здание официально так и не признали аварийным. Ну и чтобы не на грустной ноте, раз у нас программа сегодня в какой-то мере все-таки праздничная, Минюст намедни порадовал, предложив передавать в собственность государства имущество людей, привлекаемых к ответственности по делам об административных правонарушениях, если это имущество являлось орудием или предметом, с помощью которого правонарушение было совершено. Попросту отбирать у граждан их вещи. Минюст до кучи предлагают. В список вещей прилагаются телефоны, компьютерная бытовая техника, детские товары, мебель, предметы интерьера, парфюмерия, косметика и даже продукты питания. Будете смеяться, если совсем простым языком. Ну и поснул что-то не то, штраф. Плюс забираем нафиг твой смартфон, компьютер, планшет. Схема примерно такой должна быть, как я понимаю. Хотя, вот об этом чуть поплотнее предлагаю поговорить уже в следующем выпуске. Время сейчас же добавлю только одно. Придут солдаты НАТО и все у вас отнимут. Говорили они, так вот солдаты НАТО еще не пришли отнимать. У нас уже, похоже, совсем нечего. Мы возгравить никому не дадим. Сами будем. Все, переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки и репосты приветствуются. Это помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. Друзья, добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем, обсудим. А я за сим спешу откланяться. Пока. Пока.